Одежду. Штанишки, брючки, костюмчик. Это все очень дорого. Олеся Матвичук – одинокая мама. Сын учится в начальной школе. Подготовить его к новому учебному году женщине непросто. Президентскую выплату считала хорошим подспорьем, но получить положенные им деньги не получилось. 1 июля Олеся подала электронное заявление. Документ рассматривали 30 дней. После пришел отказ. Я сразу позвонила в пенсионный фонд. В чем причина? Мне сказали, что я неправильно запомнила заявление. Какую-то галочку не поставила. Олеся предложили подать повторно, но в отделении пенсионного фонда ей сразу сказали, что на июльскую выплату можно уже не рассчитывать. Я спросила, а за июль мне выплатят деньги? Сказали, что нет. Уже срок прошел и за июль я не получила. Но после обращения в СМИ, в администрацию президента и прокуратуру, по ее выплате пришло положительное решение. В данном случае полных сведений заявление не содержало. Тем не менее, после поступления уточненного заявления, повторного, были сделаны соответствующие запросы, получены ответы. И ежемесячная выплата назначена с июля 2021 года. Кстати, специалисты пенсионного фонда отметили, что Олеся далеко не единственная, кто не поставил галочку в заявлении. Женщина не указала основания для назначения выплат. Как оказалось, заполнять документы внимательно крайне важно. Только так можно избежать проблемы и своевременно получить деньги. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.